МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа «Вести детально» в студии Марина Дмитриева. Здравствуйте! Почти две тысячи первоклашек в Сызранской школе распахнули двери для новых учеников. С помощью новейших технологий вертолетное училище начинает учебный год с инновациями. В Сызранских школах сегодня, как и по всей России, прошел День знаний. Новый учебный год начался для почти 17 тысяч сызранцев. В нашем городе свои двери для учеников распахнула 31 школа. На одном из таких праздников с учениками и их родителями пообщалась наша съемочная группа. Нарядные, немного сонные и непривычно серьезные. Почти две тысячи юных сызранцев в этом году стали первоклассниками. Вика Виноградова к своему первому Дню знаний готовилась основательно. Белые ванты, яркая форма, полтора часа на прическу. Все по-взрослому. Я считаю уже до тысячи, если честно. Я давно уже умею читать, писать, но иногда я пишу цифры, буквы в другую сторону. На какие оценки ты хочешь учиться? На пятерки. А четверки? Четверки лучше не получать. Чем больше четверок, тем институт хуже будет немного. На линейке в школе «Кристалл» учебную эстафету первоклассникам передали будущие выпускники. Пожелания, поздравления, первый звонок. Качество подготовки выпускников «Кристалла» отмечено на областном уровне. Поэтому за нынешних первоклассников можно только порадоваться. Отметил депутат Самарской губернтской думы Владимир Симонов, вспоминая свои школьные годы. Конечно, у нас школа была начальная, значит, школа была деревянная, значит, школа была с печным отоплением. Но мы радовались, мы были счастливы, значит, тоже пошли в первый класс. И, конечно, сегодня вот проехав по школам города Сызрани, значит, могу сказать, что, значит, отличия, конечно, существенные и колоссальные. Вообще, в целом, по городу Сызрани, значит, результаты очень хорошие. У нас по западному управлению более 135 отличников. Каждый новый учебный год не проходит без новшеств в образовательном процессе. В любом случае ученикам советовали не теряться, а получать как можно больше знаний. Ученикам я посоветовал бы, что действительно учиться надо сегодня на отлично, потому что будущий мир высоких технологий, и чтобы быть конкурентоспособным в мире технологий, надо, конечно, иметь большие знания, знания отличные, и, соответственно, эта задача учеников сегодня предстоит перед ними. Подготовка к выпускному экзамену начинается с первого класса. Родители сызранских первоклассников говорили, грызть гранит науки – еще полдела. Детей отправляем не только за знаниями. Дети должны быть ко всему готовы. Не только заложить какую-то, так сказать, профессиональную базу, но и все-таки моральные качества. Тут все тоже должно быть и в школе присутствовать. Школа должна научить ребенка в первую очередь ориентироваться в этой жизни, дать и базовые знания, и знания, которые, соответственно, времени, которые будет проводить ребенок в школе, будут меняться, потому что меняется наша жизнь ежедневно. Чувствовать себя комфортно в коллективе, уважать взрослых. Ну, все вот это доброе и хорошее, что, наверное, было и в советской классической школе. Марина Дмитриева, Дмитрий Медведев. Вести детально. В каждой сызранской школе линейка прошла по-особенному. Настоящая осенняя погода в первый день сентября не оврачила атмосферы праздника. Анатолий Волошинский побывал на одном из торжеств. С цветами под зонтами и даже на руках у старшеклассников. Так трогательно первоклассик буквально несли над лужами в новую страну знаний. Добро пожаловать, говорили ученикам 33-й школы. А дождь к началу учебного года назвали хорошей приметой. Я хочу поздравить всех педагогов с этим прекрасным праздником. Пожелать, конечно, им прежде всего здоровья, успехов и результативности в этом наступившем учебном году. Ну, а ребятам не подводите нас и своими успехами делайте наш округ самым лучшим округом западного управления. В этом году школы Самарской области на 100% обеспечены учебниками. Новый учебный год, новые программы. На обновление предметной литературы из регионального и федерального бюджета выделено более 200 миллионов рублей. Время сегодня очень стремительно идет. Новые технологии, новые знания, новые методики. И сегодня дети уже в школу часто приходят и писать, и считать уже умеют. И, конечно, это говорит о том, что сегодняшнее образование должно очень активно подстраиваться. Вот современные технологии, чтобы дети у нас были современные, развитые. Сразу после линейки прошел первый урок. Для разминки отгадывали ребусы, вспоминали, как провели лето. Многие первоклассники удивлялись. Вот он какой учебный процесс. Я умею читать, решать задачи, писать. Хотелось школу мне. Первый совет от преподавателей – учитесь хорошо, и школа станет для вас вторым домом. А школьные годы останутся незабываемыми на всю жизнь. Я бы сказала, что для детей это второй дом, потому что здесь всегда их ждут заботливые и любящие учителя. Что здесь для них предоставлены все условия, что детям остается только учиться и получать хорошие знания. В каждом взгляде надежда. Какие оценки ждут их впереди? Первый шаг в этот учебный год уже сделан. Анатолий Волошинский, Сергей Инкин. Вести детально. Из-за дождя, конечно, не отменили линейки, но пришлось на несколько дней перенести городской праздник «Мы выбираем». Мероприятие состоится 3 сентября в 11 часов на площади имени Ленина. А мы идем дальше. В центре внимания сегодня не только школьники, но и студенты, и курсанты. Почти три сотни новобранцев в этом году приняло Сызранское вертолетное училище. Будущих летчиков станут обучать с помощью новейших технологий. Каких узнала наш корреспондент Кристина Солодкова. В День знаний на плацу Сызранского высшего военного авиационного училища летчиков собралось несколько сотен курсантов. 285 из них – новобранцы. Совсем недавно они приняли присягу. Училище традиционно объединило в своих стенах ребят не только со всех уголков нашей страны и из зарубежья. Первокурсник Александр Сарана приехал в Сызрань из Краснодарского края. Свою жизнь он уже определил на долгие годы вперед. Это очень великие цели. Во-первых, большие планы строятся. Перед тем, как поступал сюда, уже был заранее построен план на всю жизнь, считай. То есть ты поступил сюда, ты здесь отучился пять лет. После этих пяти лет ты попадаешь по распределению, куда у тебя уже небольшое наставление есть, куда лучше всего пойти. Там уже после этого переход на пенсию, когда исполнится 45 лет, семейная жизнь и все остальное. Как отметил начальник вертолетного училища Александр Осанов, в этом году система обучения курсантов Саваула перетерпевает кардинальные изменения. В этом году кардинально новое – это внедрение в систему обучения во всех военных учебных заведениях, это обучение по электронным учебникам. Все вузы практически перешли на эту систему, мы тоже готовы к обучению. Сейчас идет до оснащения необходимым оборудованием, потому что основное оборудование мы уже получили. Конечно, насколько это будет эффективно, сейчас пока трудно сказать, но это инновационные технологии в обучении, поэтому я думаю, что качество обучения, уровень знаний курсантов будет намного выше. Дождь не испугал курсантов, и они под открытым небом принимали поздравления от начальника училища и приглашенных гостей. Это очень высокая и важная ответственность, и я уверен, что вы с этой ответственностью справитесь. Тот профессорско-преподавательский состав, который здесь есть, он очень высококвалифицирован, и я уверен, что он эти знания вам донесет. Кристина Сладкова, Дмитрий Медведев, Вести детально. В Сызрине появились интернет-киоски. Что это такое и для чего они нужны? Об этом и других новостях расскажем за 163 секунды. Заключительные мероприятия в рамках акции информационной технологии «Возможность получения государственных услуг в электронной форме» прошли в Главном управлении социальной защиты населения Западного округа. Начиная с 8 августа, в ходе акции, направленной на обучение граждан пользованием информационными интернет-киосками, в Западном округе было проведено более 20 ознакомительных встреч. Мы охватили за этот период, обучили граждан где-то около 8 тысяч человек. Но она проходила в различных форматах. Мы здесь проводили встречи, круглые столы. Мы встречались и с нашими уважаемыми ветеранами, встречались с студентами, с молодежью, встречались с семьями. На сегодняшний день в Сызрани установлен 21 интернет-киоск со справочно-информационными и поисковыми системами. Расположены они в различных городских организациях, медучреждениях, МФЦ и администрации. Три из них в Управлении соцзащиты. С помощью интернет-киосков можно узнать о работе социальных карт, о государственных и социальных услугах, рассчитать субсидию на оплату услуг ЖКХ, записаться на прием к врачу и в Управлении соцзащиты, а также получить информацию по льготам и многое другое. Порой бывало в прошлом люди ходили по тем или иным учреждениям, там очереди, и теряли время драгоценное. А здесь они выходят в интернет, заходят на портал госуслуг, на определенную сферу той или иной деятельности человеческой жизни, и пишут заявление. Просто доступно. В период предвыборной кампании в Сызрани участились случаи расклейки агитационных материалов в недозволенных местах. Об этом заявили в городском комитете ЖКХ. Коммунальщики уточнили, что расклеивать рекламные листовки можно только на специально установленных стендах. Делать это на стенах домов, дверях подъездов или на столбах запрещается. Обращаем внимание, что мы готовимся к празднованию Дня города, и город активно, комитет ЖКХ, администрации города вкладывают большие денежные средства, чтобы навести должный санитарный порядок. А данный агитационный материал немного портит внешний облик города, потому что размещение на остановочных павильонах, на опорах недопустимо. В административно-технической комиссии выявили несколько фактов расклейки агитационных листовок с нарушением правил. Административная ответственность предусмотрена законом 115 ГД, как на физических листах, это уже от 1000 до 2000 рублей, на должностных листах уже от 5000 рублей, соответственно, на юридических листах от 50 тысяч рублей. В настоящее время коммунальные службы стараются очистить автобусные остановки, столбы и дома от неправомерно наклеенных агитационных материалов. Сызранский филиал Самарского государственного экономического университета вновь распахнул свои двери для первокурсников. Студентами очного отделения стали почти 40 ребят, около 200 поступили на заочные. Первокурсница Диана Тихомирова мечтает работать в полиции и говорит, что в приоритете для нее получить качественное юридическое образование. При выборе университетов я посмотрела на здесь очень такие сплоченные коллективы, преподавательский состав хороший. Я неоднократно участвовала из лицея, здесь олимпиады проходила, мне здесь очень понравилась такая уютная атмосфера, вот я захотела поступать сюда. Вчерашние школьники, ныне уже студенты экономического университета, собрались в актовом зале. В новом учебном году филиал открыл два дополнительных профиля и расширил учебную программу. Сегодня в направлении, как и традиционно, остается экономика, менеджмент и юриспруденция. В рамках направления мы открыли два новых профиля. В рамках направления экономика мы открыли по запросу администрации городского округа Сызрани, это профиль экономика и управления в государственной муниципальной сферах. В рамках направления менеджмента у нас сегодня открыта логистика. Со сцены в адрес собравшихся звучали поздравления и слова на путствие. Главный акцент – родному краю требуются молодые, высококвалифицированные специалисты. У нас многое делается и по привлечению в сельской местности, в Самарской области. Выделяются гранты, выделяются стипендии на то, чтобы оставались работы специалисты молодые. И целая программа есть по поддержке молодых специалистов. Я думаю, что вот эти программы, они должны получить и дальнейшее свое расширение. Кристина Сладкова, Сергей Инкин. Вести детально. Продолжаем. Здоровый сон – залог хорошего самочувствия. Чтобы учиться на отличное и хорошо школьникам и студентам, важно высыпаться. Что поможет обеспечить правильный и комфортный сон, узнаете из нашего следующего сюжета. Бренд «Ивановский текстиль» прочно обосновался в потребительских предпочтениях сызранцев. Богатый ассортимент домашнего убранства и отличное качество – это делает «Ивановскую» продукцию особенной. Большой выбор одеял и подушек из разных материалов и экологически чистых наполнителей, искусственного лебяжьего пуха и эвкалиптового волокна, а также покрывало и пледы. На таких выставках не впервые. Нормально сложилось впечатление. Продавцы очень вежливые, все объяснили. Вот, купили одеяло в результате. Сейчас еще подумаем, что-нибудь еще купим. Выбор большой. Начиная, вот смотрите, от полотенец, от всего. Так можно все. Зашел один раз, все купил, что вам надо, не заходя в другие магазины. Большой выбор постельного белья из натуральных тканей – шуйской и ивановской бязи, поплина и льна. Все из стопроцентного хлопка. А также комплекты из сатина и бязи. Ярмарка ивановского текстиля расположилась в Доме культуры «Горизонт» и продолжат свою работу до середины сентября. Идем дальше. Тенденция экономить на покупке одежды не только для школьников, но и для всей семьи становится среди россиян все более актуальной. Такая возможность есть и у жителей Сызрани. Что для этого нужно знать и куда отправляться, расскажет Наталья Пухова. Купить вещи из Европы в четыре раза дешевле, чем в обычном магазине, легко. Приходите в «Мегахенд». Огромный выбор женской, мужской, детской одежды, обуви, сумок, домашнего текстиля приятно удивит жителей Сызрани. Скидки каждые две недели до 90%. Покупают большими корзинами. Поток всегда большой, всегда очередь. Отзывов положительных очень много. Люди очень любят наш магазин. Приглашаем всех за покупками. Перед тем, как одежда попадает во вторые руки, она проходит двойную обработку. Процент износа вещей в «Секонд-хенде» очень незначителен. Каждые две недели ассортимент обновляется. А еще в магазине «Мегахенд» одежда из Европы «Секонд-хенд» можно запросто найти эксклюзивный наряд от известного бренда по максимально низкой стоимости. Вещей очень много. Вещи достойные, хорошие. И, в принципе, я рекомендую этот магазин. Всем приходите, смотрите, выбирайте. Хотите быть модными, стильными, экономными? Тогда приходите в магазин «Мегахенд» за одеждой из Европы «Секонд-хенд» по адресу улица Степана Радина, 4648. Ежедневно с 9 до 19 часов. Чуть больше двух недель осталось до выборов депутатов областной и государственной думы. Каким должен быть депутат, Сызранцы расскажут в рубрике «Хочу сказать». Затем вас ждут рубрики «Дежурный по городу» и «Наши земляки». Всего вам доброго и до встречи в эфире. Нормальный человек должен быть, который за людей чего-то беспокоится. Честность, справедливость. Какие-то законы проталкивать, лоббировать свой родной город. Честность должен быть. Мужественный, красивый. В основном честность, чтобы правдивым. Раз все сказал, то и должен выполнять. Мне кажется, это должен быть человек молодой, энергичный, неравнодушный, с высшим образованием. Здравствуйте! Мы находимся на пересечении улицы Московская и Фредриха Энгельса. Здесь практически в лобовую столкнулись два легковых автомобиля. Как утверждает очевидца, «семерка», которая ехала по московской со стороны автовокзала, столкнулась со встречной «Приорой», которая пыталась повернуть налево на улицу Энгельса. В результате аварии «Приора» развернула и отбросила на обочину. Оба автомобиля получили серьезные повреждения. У этой «Приоры», как и у «семерки», разбита сильно передняя часть кузова, и убирать их с места аварии придется эвакуатором. Из-за ДТП сотруднен проезд к перекрестку со стороны центра города. В результате сорокновения ушибы получили воитель ВАЗ-2107. Мужчины за рулем «Приоры» от травм спасли сработавшие подушки безопасности. А на сегодня заканчиваю свое дежурство. С вами был дежурный по городу Илья Волков. Всего доброго. Берегите себя. Увидимся. Его жизнь – это большая и увлекательная история. 31 августа историк и краевед Владимир Толкачев отметил 70 лет. В музее он не случайный гость, а старший научный сотрудник. Именно он восстановил и дополнил исторические карты Сызрани, начиная с 17 века. Для этого Владимир Миронович собрал воспоминания древних путешественников, которые приезжали в наши края и описывали Сызрань. Так получилось, что лет 11 лет назад у меня была онкология. И после выйдя из этой больницы, я несколько изменился. Я люблю работать. Чтобы создать уникальную карту, он первым пролетел над городом на воздушном шаре, а также сделал множество иллюстрированных баннеров к экспонатам краеведческого музея. В списке его трудов десятки публикаций и книг. Владимир Миронович говорит, когда я пишу, то ощущаю себя в том времени, которое изучаю. Вот когда я писал книгу о Героях Советского Союза, Героев России, я погружался туда. Я был на фронтах, я был на боях, в боях. Это очень тяжело. Но чтобы об этом сказать, надо это порасчувствовать. Владимир Толкачев награжден медалью за заслуги перед городом. Сегодня он работает над книгой «Сто лет авиации Сызрани» и, собирая информацию, надеется на помощь земляков. Мало изучен период до появления в городе вертолетного училища. Было бы очень хорошо, если сызранцы принесли какие-нибудь материалы, фотографии, рукописи, документы до 52-го года. Награды признания он объехал всю страну, принят в Союз журналистов России. Но главная для него история Сызрани. Он говорит, криведческий музей для меня, как машина времени, где каждый экспонат делает человека моложе, отправляя в далекое прошлое. Любые изменения, которые бы произошли в моей жизни, они могли бы повлиять на меня сегодняшнего. Поэтому давайте так вот. Я не против еще раз прожить эту жизнь, но я бы ее прожил так же, как я ее жил. Если вы тоже знаете замечательных людей с Сызрани, звоните 98 7171 для рубрики «Наши земляки». Субтитры создавал DimaTorzok